Слава Богу, вечерняя молитва сегодня в Киевской архиепископии. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Братья и сестры, всех приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Слава Христу, Спасителю! Боже, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь наш, отныне и вовек, благословен, возлюбивший этот мир и отдавший Сына Своего за нас. Благословен Ты, Спаситель наш, и Господь, и Бог, и Царь. Аллилуйя! Сегодня время у нас молитвы вечерние, и отец Алексей был сейчас, вот, прямо сейчас он только вот, буквально выехал от меня, был у меня, вот, и мы общались сейчас с ним, как раз с отцом Алексеем. Вот, ну, вот, но провожу молитвы сегодня сам. И, друзья, сегодня вместе с отцом Алексеем мы общались как раз вот на тему закона и благодати. Вот, и слава Богу, слава Богу, пусть Господь Бог благословит сегодня всех вас, дорогие друзья. Сегодня у нас молитва также о предстоящем соборе, потому что, да, мы будем совершать, будем, значит, проводить собор, вот, так что, вот так. Так, собор будет проходить в августе месяце, кто не знает, если собор 19 августа. Собор это от слова собрание, конференция наша такая, реформаторская православная конференция. Вот, и сам собор будет проходить здесь в Киеве, в нашей Киевской архиепископии. Там, где обычно наше воскресное служение и проходит, собственно, здесь в арендованном помещении. Это станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, вход через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. Вот, и отец Алексеев сейчас был у меня, вот я сказал, да, уже, наш благочинный. Мы сейчас общались с ним, молились, пообщались, он поделился словом, вот, и уже уехал. Но воскресенье, в это воскресенье его не будет, к сожалению, у нас, но в церкви, по работе он будет на работе, вот. Но будет отец Виктор проповедовать и будет отец Максим. Вот, ну и я, ваш покорный слуга, буду проводить это служение. Слава Богу! Так что, воскресенье тоже жду всех на Кловской, вот. И будем молиться мы тоже воскресенье о предстоящем соборе. 19 августа вообще по календарю православной церкви празднуется преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть праздник, ну, Спаса, преображение, преображение Спасителя нашего, Господа нашего. Вот, на горе, и из Писания мы видим такие чудеса, вот именно преображение, допустим, Моисея вспоминаем тоже, да? Преображение Моисея, когда он тоже на горе был, и он с горы спускался с этого присутствия Бога Всемогущего, и он был преображенным. Он просиял весь, сиял так, что люди боялись, значит, и он был вынужден покрывало одевать, чтобы, ну, не пугать людей, чтобы вот так вот. О, извиняюсь, звук не выключил, поэтому сейчас даже могут быть звонки сейчас или сообщения какие-то, вот, на телефон, с которого трансляция сейчас идет. Вот, и, так вот, оно, преображение Господа Иисуса Христа в Новом Завете, оно очень шикарно, оно потрясающе. Оно произошло также в присутствии пророков Божьих, Илии и Моисея, которые, собственно, скажу так, не вкусили смерти в том смысле, обычном смысле этого слова, как вот у нас принято считать, ну, как вот, дух выходит из тела, и тело без духа мертво, вот, значит, Иисус, он не был спиритистом, он не согрешил. Если бы Иисус в этот момент на преображении, он общался с умершим в таком обычном земном смысле этого слова, то тогда Иисус согрешил бы, он допустил бы грех спиритизма, который Бог запрещал очень категорично, и даже запрещал не только практиковать подобное, но запрещал обращаться к тем, кто подобное, значит, практикует. Но Иисус общался с теми, кто, будем так говорить, ну, современным языком, как бы, ушел в это небесное измерение, божественное измерение, прямо вот так вот, как есть. Вот, ну, уход, смерть Илии, как бы, будем так говорить, или уход его в это небесное измерение, оно даже описывается, так сверхъестественно. Смерть Моисея, так она подробно не описывается, не было свидетелей, но тело так не нашли. Вот, значит, и мы знаем, что Моисей, он ушел к Господу, прямо так, как был, с телом. Вот, и даже мы знаем из Нового Завета, что был спор о Моисеевом теле, Михаила Архангела с прессами. Но, значит, но, друзья, слава Богу, на горе преображения Мессии видели три ученика, три свидетеля были этого преображения. Но для нас даже больше тема актуальнейшая сейчас, даже не преображение Господа Иисуса Христа, это отдельная хорошая, прекрасная тема, но актуальнейшее, более актуальным является преображение наше, каждого из нас, нашей жизни. Может, конечно, не так зрелищно, как вот в жизни Иисуса, да, но не менее величественно. Преображение изнутри, преображение Духом Святым, в Духе Святом, преображение жизни верующего человека. Поэтому я обозначил, как архиепископ и как главный спикер этого собора, кстати, будет и епископ Кифа, я жду слова также от нашего Руслана Грицева, то есть от нашего епископа Павла. И от других братьев жду слова. Кто не сможет быть, то жду тогда записи. Если кто из наших епископов или священников не сможет быть, штатных, заштатных, не сможет быть лично, но хочет поделиться словом, то присылайте видео, лучше всего загружать, заливать прямо на YouTube, или мне присылайте на почту. И мы посмотрим эти видео на соборе. Я думаю, сделаем включения какие-то и посмотрим это все все вместе. Порассуждаем, помолимся, Бога поблагодарим за все. Слава Богу. И обозначил я, какие темы этого собора. Вот о чем сейчас я молюсь, собственно, в этот вечерний час. В этот вечерний час вспоминаю я вот такие важные темы. Преображение Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего. Это одно. Потом преображение жизни каждого верующего, каждого в отдельности верующего. Преображение наших семей, наших домов. Преображение наших общин, наших церквей. Преображение наших конфессий, динаминаций, организаций, структур, юрисдикций. И преображение всей церкви Господа Бога нашего Иисуса Христа. Преображение всего новозаветного вот этого таинства храма Духа Святаго. Третьего храма. Потому что мы живем в эпоху третьего храма. И вот это преображение третьего храма. Третий храм строится из живых камней. Из нас с вами, из верующих, возрожденных свыше людей. Храм Божий святой. Третий храм уже. Апостол Павел писал Коринфянам. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. И, дамы и господа, братья и сестры, обратите ваше внимание, что апостол Павел писал это послание тогда, когда тот храм, второй храм, еще не был разрушен. Да, слова Машеаха уже прозвучали о нем. Что камня на камне не останется, все будет разрушено. Да, Христос уже сказал и плакал уже, оплакал уже, оплакивал этот храм, оплакивал Иерусалим, который будет разрушен, сожжен, обожен окопами, там, значит, враги придут. И Иисус просто плакал, и Он сказал в молитве такие слова, «О, если бы ты знал, что служит миру твоему». Но день посещения своего Иерусалима, к сожалению, не узнал. И пришло все это, действительно, жизнь Иерусалима. Иерусалим был разрушен в 70-м году н.э. Но целых 40 лет после слов Машеаха этот храм и Иерусалим еще стояли. И как бы беды ничто не предвещало, что называется, и как бы думали, что все будет хорошо. Но слово Божье, оно не просто так приходит. Оно, если приходит, оно приходит для того, чтобы что-то сделать. И оно не уходит, пока они сделают то, что должно сделать. Действительно, ради чего оно было послано. И приговор небес прозвучал в 30-м году н.э. Время страданий Машеаха, время его смерти. И потом, на протяжении 40 лет, жертва в храме Всевышним Богом не принималась более. Лоскуты окровавленные оставались окровавленными. Миноры гасла, храмовые ворота распахивались. Много других было страшных знамений в храме, о которых пишется в исторических повествованиях. Но, знаете, дамы и господа, братья и сестры, печально, конечно, это все, конечно, с одной стороны. И вот все эти дни, вот до 9-го ава, 17-го Томуза, все эти три недели, они такие наполнены, знаете, или такой, какой-то печалью, трагизмом каким-то определенным. И вот в эту субботу, как раз будет 9-й ава, и будет как раз воспоминание вот этого, ну, разрушения храмов. Но, с другой стороны, наша печаль, она утешена. Господь утешил сетующих на Сионе. Господь утешает нас тем, что храм святой в Господе, третий храм, созидается. Дамы и господа, братья и сестры, уже на протяжении двух тысячелетий этот храм созидается из живых камней. Основанием, фундаментом этого храма является сам Иисус Христос, Иешуа Машех. И главой этого храма, куполом этого храма, завершением этого храма является сам Иисус Христос, опять-таки. И весь этот храм святой в Господе, он является телом Машеха, телом Христа Иисуса. Слава Господу Иисусу, слава Богу. Великая честь быть частью этого строительства, стройки тысячелетий. Великая честь быть частью этого храма живого. Живым камнем в этой стройке тысячелетий. Господней Божьей стройке, слава Господу. И история третьего храма полна также, конечно, и всякого. Как и история первого храма, и история второго храма полна и трагизма, и величия. И позорного, и прекрасного, проставляющего Господа Иисуса. И позорящего Господа. Много всего было. И время деформации, и время реформации. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Много всего было и есть, еще и будет до пришествия самого Господа Иисуса. До Его второго пришествия уже, как мы говорим. Да, второе пришествие. Мы ожидаем Его, грядущего на облаках. Слава Иисусу Господу, который был, есть и грядет Вседержитель. Аминь. Слава Богу. И, дамы и господа, братья и сестры, сегодня молюсь, конечно, как православный обновленческий архиерей, как реформатор православный. Молюсь, конечно, я о служении нашем. Молюсь о реформации, как вселенского православия, вообще всего православия в целом. Как одной из ветвей, такого многоветвистого древа христианства. В свою очередь, православие тоже есть и всякое, каноническое, неканоническое, второканоническое, разное, старобрядческое, новобрядческое, разное. Вот и протестантские ветви разные, и католические ветви. И знаете ли, на древе христовом действительно много ветвей, но корень у нас один. Это сам Иисус Христос, Господь наш. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это написано как раз в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 3.11. И одно из фундаментальных таких мест из Писания, которые часто цитирую я и провозглашаю, и на молитве часто вспоминаю. Слава Господу, Слава Господу Богу Всемогущему. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде пребываешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Благословен Господь, благословен Царь Наш. Аминь. Аллилуйя, аминь. И на служение, да, воскресном. Кто в Киеве, киевляне и гости столицы, пожалуйста, приезжайте на служение. Вот и в это воскресенье, следующие воскресные дни, до самого собора будут дни таких подготовок к собору. Ну и, конечно, приглашаю всех, паки и паки, что называется, снова и снова, приглашаю всех на собор Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Наше собрание такое, особое собрание, собор это особое собрание такое, имеющее определенную цель, определенное видение. Я буду делиться видением Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиеписком, которым я являюсь. Мы будем все делиться словом от Господа, спикеры, будем говорить о законе, о благодати, будем говорить об Израиле и Церкви, будем говорить о православии и в целом вселенском христианстве, о деформации и реформации. Слава Богу! Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! Да, и сейчас время Евхаристии, я думаю, сейчас буквально минут через 10 я включусь как раз. И наши тоже священнослужители подключатся как раз к этой молитве. Подождите буквально, или чуть попозже подключайтесь, короче. Друзья, хорошо? Минут через 10. Аллилуйя! Благословляю вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! А еще будет хлебопреломление причастия Евхаристии.